В столице все больше появляется новых домов, а в старых постройках в большинстве своем уже прошли капитальные ремонты. Тем не менее, в Пыхья-Таллине еще сохранились дома первой половины 20 века, где только предстоят серьезные ремонтные работы. И вот там и обнаружились экспонаты для выставки «Обои Каламая», которые позволяют отправиться в путешествие во времени и изучить вкус и предпочтение людей 19-го и 20-го столетий в одном из старейших районов Таллина. И как только стало известно, что музей собирается сделать подобную выставку, жители района стали приносить в немалом количестве свои сохранившиеся старые обои или те необычные экземпляры, которые они обнаружили в процессе ремонта. Мы специально не собирались делать подобную экспозицию, но так получилось, что к нам попали несколько экспонатов обоев от тех, кто приносил нам предметы для других выставок. И получилось так, что мы поняли, интерес к обоям у жителей был всегда. Просто не было времени заняться этим вопросом и сделать подобную выставку. Но вот теперь мы сфокусировались на этом. В полоску, в цветочек однотонные, яркие, цветные, с бордюром и без. Сегодня очень интересно проследить модные тенденции того времени. Кстати, взглянув на представленные кусочки обоев разных лет, можно заметить, как не только менялись вкусы и предпочтения людей разных эпох, но и то, что в какой-то момент в моду вновь входили рисунки или цвета прошлых десятилетий. Эти обои здесь еще с царских времен и часть уже со времен свободной Эстонии. Вот здесь, например, обои стиля модерн с бордюром времен начала 20 века. Следующие экспонаты также можно отнести к модерну. Однако они не столь узнаваемы в этом смысле, поскольку в то время наряду с цветочным орнаментом использовались и стилизованные под цветы линии, которые имитировали легкую тюль. Но не только обои представлены в рамках этой выставки. Вместе с обоями, которые люди обнаружили на старых стенах, подвалах, чердаках, были найдены и другие предметы, которые также показывают разные стороны жизни тех, кто обитал в Пыхья-Таллине много десятилетий назад. В общем, если вы еще не были в музее Каламая, то очень рекомендуем его посетить. Вадим Малышкин, Кюлли Маристе, Андрис Лорент, Новости Таллина.